В большинстве случаев всё, что с нами происходит, то есть не в большинстве, а всегда, по самой идее своей, обусловлено нашим отношением к духовным, к нравственным, биологическим и физическим законам нашего существования. Вот, например, физически и биологически особенно понятно. Ну, пожалуйста, пожалуйста, вот всё. Чем обусловлено этого человека с рост печени? Ему же, да вас же предупреждали, не пейте! А он, не могу не пить. Чем обусловлено? Ну, всё же это ясно. Также говорят, будьте сдержаны, пожалуйста, не раздражайтесь. Особенно уже у вас возраст, у вас нервы. Пожалуйста, и вам это грозит инсультом или инфарктом. Он нет. Вместо того, чтобы удержаться, пошёл дальше. То есть причины, вот эти наиболее очевидные причины, когда мы нарушаем законы физики, биологии, ну, подчас психологии. Всё ясно. В чём причина? Точно так же, я ещё раз напоминаю и хочу сказать, мы никак не можем, ну, не можем дойти до сознания. Точно так же объективно, незыблемо, небоголебимо существуют духовные законы нашего бытия. Их в высшей степени важно знать и не нарушать. Потому что духовные законы являются первичными. Первичными. Что это значит? Им подчинены даже, даже на более низком уровне находятся даже законы нравственные. Ещё ниже уровень психический. Ещё ниже биологический. Наконец, последний – физический. Видите, категория вот такая. Поэтому, если хотите, все наши, вот эти, так сказать, ну, страдания, скорби, болезни, в конечном счёте, они обусловлены нашим духовным состоянием. Очень интересные есть слова. Марко Подвижник, один из, говорит, не хочешь скорби – не греши. Более того, всё, все скорби, которые возникают у человека, обусловлены, он называет здесь, самую главную причину. Вот мы, например, когда первую фразу я его привёл – не хочешь скорби – не греши. Я знаю, что не греши – не убивай, не кради, ну, не прелюбодействуй. А больше что ещё? А что ещё? А какие ещё, богу, и грехи? Можешь дойти до такого примитивного взгляда. Это. А то, что лицемерие, лукавство, ложь, притворство, обман и так далее. А что внутри творится? Какие у меня мысли? Какие желания? Не дай бог, чтобы это всё выпало наружу. Когда прыгаешь, куда я не знаю, в преисподнюю прыгаешь, чтобы только никто не видел. Следующая мысль Марка Подвижника – показывать самую суть, если хотите, и причину всех наших бедствий. Всё случающееся с нами, вот это скорбное, как он говорит, происходит за возношение наше. Вот это да! Вот это закон! Когда в физике открывается закон, все хлопают, дают Нобелевские премии, всё такое. Открыт ещё закон. Здесь такой закон открыл, за который я не знаю, какую честь и хвалу надо бы воздать этому человеку. За возношение наше. Вы хотите я вам доказать? Посмотрите, что он делает, негодяй! Что он делает? Что с ним нужно сделать? Что за этими словами стоит? Я бы уж такого не сделал. Знаете, насколько я лучше его? Вы видите? Я бы такого не сделал. То есть, я. Кажется, что, какого греха я сделал? Я бы даже могу не сказать. Я в себе выяснил. Вот источник. Разрушается самая сердцевина, если хотите, моей души. Самый центр. Отсюда расползается, знаете, как трещины расползаются по всему телу, по всем уровням. И нравственным, психическим, биологическим, по всем уровням расползаются вот эти трещины. И в результате получаем у каждого человека по-своему. Законы трещин трудно уловим. И отсюда с нами происходит и то, и другое, и третье. Но не думают, что только страдания и болезни. Ничего подобного. Ничего подобного. За моё возношение может пройти совсем другое. На меня посыпятся, может, миллионы. Я буду богатым человеком. За меня посыпется слава. Может, это быть. И это, возможно, будет для меня ещё худшим бедствием, чем болезни и страдания. Там бы я хоть немножко ещё скорее бы опомнился. А тут я уже превращаюсь в несчастного башка. Башок. Который себя носит на серебряной тарелочке. Которому не подойди. И который погибает в ещё худшей степени, чем этот страдающий человек. Мы же никак не можем забыть, что человек – смертное существо. И если ему дали на пять минут подержать драгоценный алмаз – о, какой счастливый человек! Целых пять минут держал. А потом забрали. Кто больше страдает? Кто потерял рубль? Или кто потерял миллионы? Кто больше страдает? Бедный человек. Вот страдание. Он весь привязан к этому. И сказать, хватит. Подержал? Давай. Так что во всех этих бедствиях опять причина. Основная, я говорю, главная причина – это наше состояние. Обстоятельство же, которое посылает, мы говорим, промыс Божий – это обстоятельство врача, который создаёт наилучшие условия для выражения моей свободы. Свободы. Может, я помнюсь, посмотрю, увижу ясно эту ситуацию в своей жизни. Наконец-то! Я всю жизнь, знаете, что делаю? Что бы мне ни случилось, я всегда нахожу, кто виноват в этом. Вплоть до того, что меня сглазили, испортили. Чего только нет! Один я остаюсь агонцем Божиим непорочным. Все вокруг меня виноваты. Или вот этот меня подставил, этот меня оболгал, этот мне тот и сделал. Один я хороший. И лишний раз убеждаюсь, действительно, все бедствия, которые приходят на человека, приходят за возношение, то есть гордость наша. Вот корень взял. Продолжение следует...